МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О том, как экс-президент подарил своему сыну Александру Украину. О его страхах, комплексах и нервных срывах. Об этом раньше молчали, но сегодня люди из его команды начинают говорить. Говорить перед нашими камерами. Шокирующие подробности о криминальном клане семья только в украинских сенсациях. Они воровали даже у младенцев. Вся правда о мафиозной семье, которая поставила Украину на колени. Смотрите, только в украинских сенсациях. Одна палка, два струна. Я хозяин, вся страна. Пахан, который был шестеркой. Эксклюзивные подробности тюремных будней Януковича. Голодная семейка. Сколько украли из бюджета друзья и приятели Саши Януковича? Из ничего вдруг возникло. Янакиево, Донецкая область. Здесь начинался путь Виктора Януковича. Янукович рано остался без родителей. С самого детства его поглотила улица. Улица его и воспитала. Это Иван Петрович, сосед семьи Януковича в Янакиево. Да, мы видели его дома. Ну вот, он там жил. Рассказывает, что рос вместе с Виктором. Это детьми еще бегали. А, понятно. Годили по крыше голубей. Так он свои годил, а я свои. Будучи еще подростком, Янукович связался с криминальной группировкой «Пивновка», названной на честь района, в котором жил будущий президент. То, что сегодня происходит, на Донбассе уже переживали. Местные жители с ужасом вспоминают криминальные войны в Янакиево конца 60-х. А он хулиганом был? А тут все хулиганы. Мы дрались, а все тогда. И поселок на поселок, да, здесь? О, поджигные, стреляли. Да вы что, прям реально? Вся война была, вот там редут, там речка у нас. Да, да. Пивновка на красный городок, все, глиня огня, редут и все. Местная милиция боролась с криминалом, как могла. И молодой и бесстрашный Янукович достаточно быстро попался в лапы правосудия. В интернет-сети появилось интервью с бывшим Янакиевским милиционером, который якобы задерживал несовершеннолетнего Виктора Януковича. Когда они совершили преступление, я поняли, что там было, и прямо мы их на квартире задержали. Мы их заломали так, что... И сами получили. Я помню даже своего кличка Хан. Янукович фамилию я точно запомнил. Я сейчас утверждаю, и вам скажу, что эту людину я своими руками затримал. Это Владимир Бойко, украинский журналист, который первым рассказал и доказал тот факт, что Виктор Янукович в молодости дважды был осужден. За низком моих публикаций про деятельность донецких податковцев и прокуроров, меня вырешили провести и надеяли наручники прямо в редакции донецкой газеты «Салон Дона и Баса». Ирония судьбы. Борясь со свободой слова, донецкая система правосудия выпустила в мир самый страшный свой секрет. В изоляторе там часового тримания, куда меня доставили. Я познакомился с интересными людьми. И сусід по камере рассказал о том, что донецкий губернатор на самом деле мав полисть судимости. Он входил в злочинное группование. После того, как журналист вышел на свободу и неожиданно опубликовал свои тюремные записки, система запаниковала. Действительно эпизод вызвал информационный выбор. Первый раз в 1967 году еще несовершеннолетнего Виктора Януковича признали виновным в разбое и ограблении. Януковича освобождают досрочно, в 1969. Но уже через год после освобождения Януковича сажают вторично. На сей раз за избиение. За фабулой криминальной справы Янукович влаштовал пьяну бивику из-за били пивного ларька. Но удивительным образом, вскоре после освобождения судимости были аннулированы. После того, как журналист Владимир Бойко отказался печатать опровержение, Янукович сам вынужден был признать, что ходки на зону таки были. Осенью 2002-го Янукович, как кандидат в премьер-министры, обязан обнародовать автобиографию, собственноручно написанную. И там Виктор Федорович указал о обеих судимостях. Отвечать на вопрос, за какие заслуги судимости Януковича были аннулированы, тогда взялась его пресс-служба. В 2002 году журналистов свозили на родину премьер-министра Януковича в Янакиево. Пресс-служба, которую тогда возглавляла Анна Герман, поработала на славу. Нашли соучастников, свидетелей и даже судей. И те активно убеждали журналистов, что Янукович на самом деле не виноват. Он обязан был писать, что не судим, не судим, везде и всюду. На каждом углу, если хотите, он должен кричать. А он говорит, где был судим, зачем? В 2004 году, несмотря на то, что Кремль поспешно поздравил Януковича с победой на выборах, президентом он так и не стал. И оппоненты, которые пришли к власти, начали разбираться с его прошлым. В 2005 году прокуратура Донецкой области возбуждает криминальное дело по факту подделки документов. Следствие доказало, что документы, которые объясняют аннуляцию судимости Януковича – подделка. Поэтому вопрос, за что Януковичу суровые 70-е простили все грехи, до сих пор открыт. Все настоящие документы просто испарились. Дела заключенного Януковича исчезли как из судебных архивов, так и из тюремных. Но позже все же всплывают некоторые детали официальной версии судимости Януковича. Стало известно, что первый срок он мотал в Кременчузской колонии для несовершеннолетних, а второй – в Янакиевской тюрьме. Этот человек-вор со стажем говорит, что сидел с Януковичем Януковича в тюрьме уважали только в кабинете администрации тюрьмы. А этот человек полжизни провел за решеткой. В начале 70-х сидел с Януковичем, когда тот мотал второй срок. Бывший осужденный подтверждает, что в тюрьме у Виктора Федоровича среди зеков была не лучшая репутация. Он проиграл какую-то сумму грошей, но не мог заплатить. И в итоге у нас очень серьезно. Если ты не платишь гроши, значит, с тобой рассчитываешь как девочка. Но получилось так, что мы его не захотели как девочку, а просто постучали по лбу. То есть за контактами. Президент у вас за контактами. Ему постукали по лбу. Самочувствие отличное. Готов к выполнению новых правительственных задач. Георгий Береговой. Дважды герой Советского Союза. Заслуженный летчик-испытатель. Генерал-лейтенант авиации. Юрий Плафеевич поверил в этого молодого, еще совершенно себя не проявившего, руководителя, директора автобазы. И наверняка он не ошибся. И много лет потом их связывала большая дружба. Именно ему Янукович был благодарен за очищение своей репутации. Конечно, был главный момент в жизни – это его встреча с Береговым, который фактически заместил ему отца. И Береговой добился в свое время отмены его судимости, и Береговой вел его по жизни. Береговой стал его учителем. Береговой был другом семьи. Он поручился за молодого Януковича. Он вел его по жизни, устраивая то в институт, то потом на директорские должности. Поэтому, конечно, ему проходилось и очень трудно. После института Янукович вступил в КПСС и стремительно пополз вверх по карьерной лестнице. В 2010-м он стал президентом. И про судимости вспоминал нечасто и не конкретно. В 1970-м году я попал в тюрьму, в 1972-м году освободился. После института Янукович работал исключительно на руководящих должностях. На протяжении 20 лет был генеральным директором предприятий «Донбасс Трансремонт» и «Угля Промтранс». После развала Союза на многочисленных предприятиях Донбасса красных директоров сменили менеджеры и бизнесмены. Но Януковичу удалось удержаться за свое кресло, так как еще до этого он тесно подружился с теми, кто на самом деле правил Донбассом. Криминальный смерть, который пронесся по Донецкой области, не знала ни одна область Украины. Это уму непостижимо. Пропадали люди десятка. В начале 90-х Донецком заправлял криминал. Власти и силовики были марионетками в руках криминальных авторитетов. 1992 год. Первая официальная жертва Большого Донецкого Дерибана. Началось все с убийства самого богатого на то время человека в Донецке – Януша Кранца. Кранц был убит. А его бизнес и захоронитель «Люкс» перешли до Брагина. Это похорон Януша Кранца в процессии Ахат Брагин и Ренат Ахметов. После этих похорон криминальным королем Донбасса стал Ахат Брагин, он же Алик Грек. Империя Брагина получила название «Люкс» на честь гостиницы, где у клана был штаб. Это фотография тех времен. На ней криминальный авторитет Ахат Брагин в одной компании с директором крупного донецкого предприятия Виктором Януковичем. У Януковича залишились связи с криминальным святом. Он входил в злочинное угруппирование «Янаковское», которое осуществляли братья Долидзе. Туда входило два известных людей – это сам Янукович и недавний министр агропромполитики «Присяжник». Конкуренты Брагина, группировка Евгения Кушнира, кровь лилась реками. Кроме того, у свиты Брагина тоже были королевские амбиции. 15 октября 1995 года на стадионе во время футбольного матча «Шахтер-Заря» подорвали президент и ФК «Шахтер» Ахата Брагина. После этого его место занял Ренат Ахметов. Громкие убийства на Донбассе продолжились. Директора предприятий и заводов, непокорные правоохранители и политики, бизнесмены и бандиты. В 96-м у трапа самолета расстрелян донецкий политик Евгений Щербань. Знаете, когда берешь отца, вот ты с ним буквально секунду назад, ты с ним общался, и ты его видел, ощущал, и ты берешь, как бы, берешь, берешь его на руки к себе, у тебя по твоим рукам, типа, кто отца мозги, ну, я в реальности рассказывал, что оно было. Кто в кого стрелял, кто был заказчиком-исполнителем, сегодня уже не так важно. Понятно одно, в результате этой кровавменом региона стал Ренат Ахметов, а главным политиком Виктор Янукович. Леонид Кучма как огня боялся бандитизма на Донбассе, ему нужна была хотя бы видимая стабильность в регионе. В 97-м году на пост губернатора Донецкой области назначен человек из самого мощного криминального клана Донбасса. Я с Януковичем познакомилась в 2000-м году, когда мы встречались с Леонидом Кучмой в Трусковце. Это была встреча рабочая по определенному кругу вопросов, и рядом с ним сидел человек за обеденным столом в спортивном костюме. Потом, когда меня провожали, Леонид Донидович говорит, а ты знаешь этого человека? Я говорю, что ты с такой знакомый. Он говорит, так это губернатор Донецкой области. Вот так мы первый раз увиделись.